Возле меня сейчас находится пихта. Пихта дерева, преимущество этого дерева то, что она стоит долго, до 5-6 недель, она не осыпается. У нее иголочки очень мягкие. Чуть больше недели до главного зимнего праздника самое время наполнить дом хвойным ароматом. Пихты, сосны или даже пушистые голубые ели. В городе появились настоящие лесные поляны. Евгений Семенчук уже не один год подсказывает минчанам, как выбрать новогодний атрибут. Например, срезанное дерево будет более пышным, а ель в катке потом украсит придомовый участок. Вот одно дело выбрать дерево, но все-таки как за ним ухаживать так, чтобы оно украшало дом на протяжении всех новогодних праздников. Когда она попадает в квартиру, температура 20-25 градусов, елочка получает стресс. Для этого желательно не ставить елки возле обогревательных приборов. Отопление пола – это тоже нежелательная часть. Обязательно ее проветривать, опырскивать. И в поставке, которую мы используем, обязательно добавлять воду. Проверять ее на то, чтобы водичка всегда была и ствол в воде находился 2-3 сантиметра. Чтобы минчане могли заранее окунуться в праздничную атмосферу, в столице открылись елочные базары. А вот найти место для новогоднего шоппинга можно и онлайн. В этом году в столице создали виртуальную карту, где отметили елочные базары. К слову, их в столице более полусотни. Для конвертика мы берем флористическую пену. Она предварительно смоченная для того, чтобы елочка питалась водой. То есть для того, чтобы ей продлить жизнь. А это еще один вариант новогоднего украшения. Хвойные конверты, букеты или хлопковые корзины. Создавать особое зимнее настроение помогает и Олеся Полуян. В руках флориста еловые ветви за считанные минуты превращаются в праздничный декор в стиле минимализм. Когда работаешь, вкладываешь полностью всю душу, чтобы человек получал удовольствие, то есть принося домой, поставив ее дома, чтобы он прочувствовал, потому что пахнуть будет елочкой, то есть прям Новым годом будет пахнуть. Те же апельсины, корицы, это все ароматно, это все дает свою нотку и придает, конечно, праздничное настроение. Причем в работе не только хвойные лапки. Мастер создает ели из пушистых листьев или даже мха. Такие новогодние символы сохраняют внешний вид несколько лет. Сейчас очень популярны из сухоцветов, то есть они идут сухоцветный веночек, вы его на Новый год вывесили, потом вы его убрали в коробочку, и он у вас еще долгие-долгие годы, вот вы каждую зиму можете его доставать. Это не искусственный материал, то есть натуральное. Также на замену идут сейчас елочки, то есть елочка, например, вот из листиков частица, то есть это стабилизирует. Стабилизированные листья, они не увядают. Нестандартные деревья вырастают и на столичных улицах. Оригинальная елка, например, уже украшает площадку у ратуши. Тем временем новогоднюю атмосферу создают и в микрорайонах. К слову, лучшее праздничное оформление определят во время районных конкурсов. Александр Кавелич, Алексей Юнош и Александр Горбачев прогулялись по предновогоднему твоему городу.